Всем здравствуйте! Вы опять у меня в гостях. Группа Хана восьми сотках Ирина Богачёвой. Сегодня будет тема такая. Я купила доильный аппарат недавно. И побегав с ним взад-вперёд, с мотором. Потом там попробовала помыть с водой, с ведрами с водой побегала. И решила, что каким-то образом надо всё-таки... Что-то надо придумывать. Так мне неудобно и так долго, и так плохо. Мне, в общем, это всё не нравится. Так как мою всё здесь я, мне на рынке посоветовали проложить вакуумную трассу. Вот сейчас я проводила мужа, вызвала коров наконец-то. Вы знаете, когда никого нету дома, наоборот, охота что-то делать. Вот я и попытаюсь сейчас собрать вакуумную трассу. Купила 30 метров шланга. Самого дешёвого. Сейчас покажу какого. Я уверена, что очень у многих это уже всё есть. Но почему-то мне даже в комментариях никто это не написал. Вот вдруг кому-то это будет полезно и тоже понравится. Я так поняла, что потом у меня сарай тоже недалеко от дома. Точно так же можно поставить мотор, вакуумную трассу кинуть в дом. И точно так же зимой, потому что у меня зимой здесь это не отапливается. Кто смотрел мои видео, мы это только в марте сделали, эта комната. У меня ещё нету конкретной сливной ямы нету. Воду мы сделали, а бы как уж не только на лето. На зиму она замёрзнет. Значит, зимой я опять вернусь в дом. Ну, я 12 лет мыла в доме. Это всё делала в доме. Так что меня этим не напугаешь. Конечно, очень удобно. Здесь всё и плюхается, и сыворотки, и сепаратор работает. Это всё брызгается во все стороны. Вот. Ну, вот и смотрите. Давайте попробуем. Всё-таки там указано у меня, что 10 метров мой насос вытащит 10 метров. Можно доить через 10 метров от насоса коров. Удлиняет шланг. Но вытянет ли он, хотя бы не надо мне коров доить. Помыть. Чтобы помыть, там не обязательно столько должно быть вакуума. Чтобы помыть аппарат, получится у меня или нет. Я всё купила и заодно сейчас и проверю, варить ли тут ещё что-нибудь. Всё ли я купила, правильно ли я собрала этот конструктор. Смотрите. Я буду очень рада. Собираем конструктор. Вот такая трасса у меня получилась. Вот от насоса. Вот сюда. И так как здесь будет стоять две коровы дуются, бусинка, милка и, может быть, на следующий год веснушку будем доить. Значит, я сделала отвод сюда, здесь. Вот ещё для одной коровы. Кран. И подключение кислородный шланг. И кран поставила на большую трассу. Значит, если мне нужна будет вот сюда, нужен будет кран. Я этот большой кран перекрываю на большую трассу и пользуюсь. Вот буду доить тут коров. Потому что оттуда не достанет. А здесь как раз очень удобно. Всё вот будет доставать. Короче, у меня получается на всех пятерых коров. Будет доставаться. Там от насоса шланг. Здесь вот я сделала отвод. Ну и пошла трасса. Шланг, шланг, шланг. Он вон аж туда. До кухни летней. Дотянула я шланг в дом. Вывела я его так вот. В фан. Вернее, в летнюю кухню. Вот от 30 метров у меня осталось. Ну, тут метра три, наверное. Подсоединила. Сейчас набирается у меня вода. Всё, аппарат я вот подсоединила. Вот стоит. Сейчас пойду включу мотор. И узнаем. Сделала. Слышите? Он даже тут доет. Ну, немножечко там проверила водой. Но самое главное проверять. Вот я подоила. Вот сейчас и посмотрим, смогу ли я помыть аппарат. Меня научили так, что нужна щёлочь и кислота. Ну, и, конечно, любое моющее средство. Беру пол пачки соды. Развожу в горячей воде. Ну, как в инструкции написано, не больше 65 градусов. Пока в ведро набирается вода, выливаю из бетона молоко. Ну, и, конечно же, в банках на заказ. Вынесу молоко и пойду в крючу две отель. В следующем ведре развожу лимон. Я прям горсточку насыпаю на ведро воды. И третье ведро – просто вода. И всё. Потом бетон ошпариваю кипятком. Молоко я пробовала специально. Абсолютно ничем не пахнет. И всё прекрасно. Испытания прошли успешно. Ну, мне понравилось. Теперь не надо бегать. Если долго мучиться, то нибудь получится. Пока. Надеюсь, вам понравилось. И мой совет – кому-нибудь приходите. Пока-пока.